Итак, тридцать третий день пути. Второй месяц, 323 серия, движение в сторону Владивостока. Участок Магадан-Владивосток, федеральные трассы Лена и Колыма пройдены. Видео уже размещено. Можете посмотреть от начала до конца в реальном времени. Без очернения, без преукрашения. То есть реальная картинка с этих двух трасс. Цель, которую я перед собой ставил, это проехать по Колыме своими глазами, убедиться в красоте этого края, посмотреть, почувствовать. Это у меня получилось. Температура, к примеру, в начале сентября ночью опускалась до минус 10. И днём поднималась до нуля. Была небольшая плюсовая температура фрагментами. Суровый край. Очень суровый. Север. Красота, конечно, это нужно видеть. Это передать словами нельзя. Даже видеорегистратор, камера не может передать той красоты, которая была реально. Съёмку вёл и на фронтальный, и на боковой видеорегистратор. Фрагменты с бокового видеорегистратора будут размещены позже. Колома меня поразила. Я восхищён этим краем. Но больше всего я восхищён людьми. Многим нам проживающим в центральной части России нужно с них брать пример. Нужно у них учиться. Мы вот так же понимаем, что есть спорядные участки, и мы должны перескать ранее. Мы перераспределяем где-то с вами наоборот. Движение в сторону Хабаровска. Под Хабаровском останавливаюсь на ночавку, на привал. И вы увидите, насколько некоторые особи особи в Хабаровском крае отличаются от людей с севера. Это диаметральная противоположность. Но об этом я расскажу, когда подойдёт эта серия. Но много ещё интересного будет и под Владивостоком, и на обратном пути. В этот 33-й день движения будет попытка заехать в город Циолковский. Ну, что там произошло, я прокомментирую, и вы увидите сами. Ну, а сейчас смотрим видео. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот это место перед развилкой Якутск-Магадан, Владивосток или центр туда, центральный федеральный округ. За километр, наверное, до этой развязки. За спиной у меня Хабаровск-Кладивосток. Так, впереди Москва, ну а поворот направо на развязки это на трассу Лена А-360, ну и затем с Лены на федеральную трассу Р-504 Калыма. Это так для ориентировки. Место замечательное. Мне очень нравится. Тут есть этот чучело, не чучело, а фигура уссурийского кигра. Ну вот, ну обычно фотографируюсь, да и многие фотографируются здесь. Вот. Детская площадка, чтобы детишки поиграли, отдохнули. Хорошее кафе, хорошее кафе, вкусно готовят. Вчера он воспользовался вновь. Вот. Магазин от запчастей, масло. Также шиномонтаж, гостиница. Был в гостинице, там душ 200 рублей, горячая холодная вода. Но банные принадлежности нужно брать с собой. Что-то продают они? Ну, для гарантии лучше брать с собой. Про буфер сказал, про гостиницу сказал. Ну, тёплый бокс в зимнее время для автомобилей легковых. Автомойка. А, вот там даже написано, наверное, видите? Тёплая стоянка, автомойка. Чё там ещё? Автоэлектрик. Поскольку мне нравится возросшая Кейт Уинскер. Всё, правильно, у меня всё прошло. Я даже не знаю, чё... Пришёл записи. Так. Ну, с Богом. Залил 25 литров бензина. Цена на бензин на 95-й. 50 рублей. Сколько-то копеек. В сравнении с теми астрономическими ценами, что были натраселены и колына. Просто убивают дешевизмой своей. Вот хозяйка этой парковки. Надеваю её, моё. Я считаю, что Кейт Уинскер очень хорошо отражает в соответствии современной автории в авторском кино. Соответственно, те режиссёры, чьи работу мы смотрим, это режиссёры современные, молодые, молодые не поможут, молодые в таком данном мире. И, соответственно, в этом плане, вот у меня этот генотавр, он, ну, что-что-то, он на разлазит. Потому что у меня уже был час посмотреть некоторые картины чуть-чуть заранее. Это громко, противопраканчикам, которые облегчают нам работу. Какое впечатление, Геннадий, простите, Слава, еще раз, какое впечатление и я думаю, что пока что я ещё хочу посмотреть, с очень непонятностью, где он сжимный военный. У нас других не будет. Это будет лучше, как мы все. Я понимаю, что вы не делите? Я уважаю, я его и я могу сказать, что софтамалу в садюрка, я-то не смогла, я-то могла взять и лежать. Я-то не могу не рад, потому что Солнце слева в бок. Слепит левый глаз, хорошо, что я здесь правый. Солнце слева в бок. Солнце слева в бок. Седьмой пояс. Солнце слева в бок. 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 Очки протёр Федеральная трасса Амур Р-294 Сейчас посмотрим Двигаюсь в сторону Хабаровска В сторону Владивостока В сторону Биробиджана Замечательная площадка Для тех, кто соберётся На Дальний Восток Ну тут уже инфраструктура Она соответствует Запросам, требованиям ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Сейчас условия движения. В сравнении с тем, что было вчера, позавчера, да и все вот, сколько где, 10, наверное, даже больше. Очень комфортные. Просто с ужасом вспоминаешь эту тряску, всю водоробилку невыносимо, невозможно. Сейчас вспоминаю, как в страшном сне федеральную трассу. Р-504 Колыма и А-360 Лена. Но Лена получше. Там много работы, видать, сделали. Но все равно отдельные участки хорошего очень мало. Буду стараться двигаться с максимально маленькой скоростью, чтобы помехи не создавать. Те, кто будет догонять, обгонять. Ну и то, чтобы как можно меньше была тряска для съемки на боковую камеру. Не знаю, получится у меня или нет сделать видовой фильм о Колыме, Якутии, в Дальневосточном регионе. Ну, материал собираю, видео собираю. Видео уже накопилось. Два диска по 2 терабайта уже полностью заполнены. Сейчас третий диск. На 2 терабайта началось заполнение. Сегодня, по-моему, 32-й день движения. Или 33-й. 33-й. Просто каждый день я создаю папку и в каждую папку сбрасываю видео. Сделанное за день. Сзади. Так, ну куда ты конишься? Вчера была 32-я, значит, сегодня 33-й день. День недели, если не ошибаюсь, вторник. Число не скажу. Не знаю. Влощение. Туман. На видео это не видно. Надо полагать туман. Вчера не ожидали. Уварка reviewing рISO добра «баля». Нам снятили веру Но всё пока не уб – все. Ура!!! Вчера, не успела. Продолжение следует... 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 Одежду с подогревом подогрев пока не использовал. Было иногда прохладно ночью, просыпался от холода, но вполне терпимо. Продолжение следует... Продолжение следует... Мегафон показывает уверенный интернет, уверенную связь. Сила сигнала 100% Вот такие нежданчики... Я бы кое-что отрывал. Это очень опасные ямки. Очень опасные. Попав колесо в такую ямку, можно запросто лишиться колеса. За то, что Росавтодор не ведёт. Контроль за этим. Я бы поставил единицу ему. Это очень опасные ямки. Штампованный диск. Деформируется. Гнётся. Резина. Пробивается. Литые диски. Лопаются. Если ночью влететь в такую ямку... Дай Бог, если остаетесь живым... Если уже готовитесь к ямочному ремонту... То ставьте... Эти конусы... Оранжевые строительные... В эти ямки. Чтобы их издалека было видно. Это, повторю, очень и очень опасно. Очень. Вплоть до того, что может... Очень плохо закончится. Этим грешат строители. Дорожные ремонтники. По всей стране. По всей стране. Глубина этих ямок... 40 сантиметров 10, наверное, уже само по себе опасно. Но и края, они как стальные уголки. Поэтому, если увидели на дороге хотя бы одну такую ямку, готовность номер один, потому что за ней последует череда таких, и упаси вас, Бог влететь в эти. Нежданчики, так называемые их. Я их называю нежданчики. Это жаргон дорожных строителей. Во-первых, ставить дорожные знаки, это первое, в обязательном порядке предупреждать. И второе, в каждую ямку ставить вот эти оранжевые комусы, чтобы водитель издалека мог видеть, принимать необходимые меры. Сбрасывать скорость, объезжать. И еще мои замечания. Необходимо как-то сказать мое мнение. Необходимо... Те шурфы, где берут лаборатории на анализ... На анализ асфальт, ну, то есть, сколько ремонтники, как ремонтники выдерживают, например, ГОСТа эти. То есть, высверливают, не знаю, как сказать... Бурят, забирают пробу, и вот это вот отверстие, шурф, шахту, как еще назвать, я не знаю... Вот, оставляют... И не заделывают там герметиком или асфальтом или еще чем-то. Оставляют открыто. Попадает вода, дождь, осадки, мороз, лед. И пошло разрушение дорожного поток. Так вот, это одна из причин появления ям на асфальте. Разумеется, анализ брать надо, это даже не ставится под сомнение. Но за собой нужно подтирать. Приехала лаборатория, взяла анализ. И тут же этот шурф после себя заизолировал. Поскольку уже было устойчиво, видишь, замечательное полотно. Ровненькая, без изъяны, без задоринки дорога, изумительная. И вдруг посреди дороги, ба-бах! Попадаешь в такую ямку. OR OFTUNA и в т.д. Продолжение следует... Продолжение следует...